Если вы сейчас сидите дома на самоизоляции и думаете, что бы такого посмотреть, чем бы себя развлечь, это видео для вас. 5 концертов, которые должен посмотреть каждый, часть 3. Знаю, что для некоторых осознать подобное сложно, как показывает практика, поэтому на всякий случай еще раз. Часть 3. Есть вероятность того, что какие-то концерты уже были в предыдущих частях. Да, приятного просмотра. Небольшая рекламка и погнали. Отталкивает сразу. Мне кажется, это всех так девочек отталкивает. Спонсор выпуска YouTube-канал Леньтервью. Беседы с музыкантами, спортсменами, политиками и даже священниками, шарящими за рок-музыку. Скажу честно, я сам посмотрел с удовольствием. Я видел интервью Роберта Плантера, когда он был в Москве. Ну, я там выступал три раза. С Лианом Гиллоном пообщался. Он принял только меня. Интервью с отцом Сергием и гитаристом Мэй Лианом однозначно завладеют вашим вниманием. Лиан вообще дико харизматичный дядька. Во времена, когда еще видеоуроки были чем-то вроде фантастики, он уже вовсю учил людей играть на гитаре. Представляешь, эти кассеты 4 штуки. Это нон-стоп работало, понимаешь, да? Вот представь себе, на протяжении с 93 по 98 год, под запретом были определенного рода тексты. Кстати, продолжение интервью было опубликовано на днях. Группария тогда. Это группа не мирового значения. Не обязательно быть известным в мире. Есть понятие мастерства, понимаешь, да? Канал достаточно перспективный, рекомендую глянуть. Все необходимые ссылки в описании. Лайф-Эйд. Концерт состоялся 13 июля 1985 года. Опримечателен он сразу по нескольким причинам. Во-первых, этот целый фестиваль организован с благотворительной миссией. Помочь голодающим в Эфиопии. На тот момент в африканском государстве от голода скончалось около полумиллиона человек. Во-вторых, согласилось выступить огромное количество именитых музыкантов. Статус Кво, Стинг, Фил Коллинз, Юту, Пол Янг, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Дэху, Пол Маккартни, Мадонна, Мик Джаггер, Лед Зеппелин, Куин и многие-многие другие. В-третьих, почему данный фестиваль стоит включить в список? Фильм «Богемская рапсодия» сделал отдельный акцент на выступлении Квинов. Что неудивительно, ведь по сей день бытует мнение, что им удалось распорядиться отведенным им временем лучше остальных. Хоть времени предоставлялось немного, зрители быстро сделали выводы. У Фредди были проблемы с голосом, проявившиеся буквально пару раз за концерт в микромоментах. Но отказываться они не собирались. И не зря. Химия коллектива, их сыгранность и профессионализм покорили всех и каждого. Брайан, Роджер, Фредди – люди с сильными и очень сложными характерами. Весной того же года Меркури выпустил дебютный сольный альбом. Следовательно, определенный период времени участники «Королевы» между собой особо не контактировали. Что им не помешало произвести фурор. Однако, так повезло не всем. Вокалист группы «Дюран Дюран Лебон» назвал этот съезд самым стыдным за всю историю своей карьеры. Мне было стыдно, что это произошло именно там. Тем не менее, в тот день больше всех публика разочаровалась в выступлении культовых Ладзеппелин. Роберт Плант. Это было ужасно. Эмоционально я ел каждое слово, которое произносил. Перед LifeAid у меня было несколько больших концертов подряд. Быть может, я просто не успел восстановиться. Джимми Пейдж. Мое главное воспоминание о том дне – паника после концерта. Я получил гитару прямо перед выходом на сцену и не успел ее проверить. Казалось бы, Джимми, а почему ты ее не настроил? У тебя столько опыта, что ты способен настроить даже гитару без струн. Позже музыканты сказали, что они себя почти не слышали. К тому же, не стоит забывать, что после смерти их ударника, великого Джона Бонэма, они как бы распались. А тут им пришлось вновь воссоединиться. Скорее всего, это тоже сказалось. В любом случае, концерт стоит посмотреть как минимум ради того, чтобы не забывать. Великие артисты тоже люди. Бывают взлеты, бывают падения. И если у менее известного исполнителя что-то пошло не так, не обязательно сразу кидаться в него знаковыми именами, так как никто не застрахован от неудач. Канни Уэст. Воскресное служение. Ни для кого не секрет, что мистер Канни страдает психическим расстройством. В 2018 году он рассказал о биполярном расстройстве, а в 2019 в интервью для компании Netflix сравнил свое ментальное состояние с вывихом мозга. Возможно, именно в этом и кроется причина проявления его фанатичной религиозности. Он в открытую заявлял, «Господь выбрал меня своим голосом. Я голос Божий». Как бы там ни было, человек обрел веру в Бога, и если ему так легче живется, и он никому не мешает, что в этом плохого? Началась работа над тем самым альбомом «Иисус Король». Теперь, когда я служу Христу, моя задача распространять Евангелие, чтобы люди знали, что Иисус создал меня. Было время, когда я рассказывал, что мода сделала меня, когда я рассказывал, что меня сделал Хенеси, но теперь я сообщаю вам, что меня сделал Иисус. И в этом рассказе я больше не раб, я теперь сын, сын Бога. И все же, несмотря на моменты фанатизм, Канье смог выдать достойный нетривиальный материал. Я, человек не самого религиозного склада ума, посмотрел их выступления от и до, не отрываясь. Отбросьте все споры в сторону и попробуйте глянуть на досуге. Красиво звучащие голоса, как соло, так и вместе. Стык хип-хопа и госпела, атмосфера. Этот образованный круг, цветы, свет, небо, люди на трибунах. В двух словах, завораживающе необычно. Отчасти фактор неожиданности. Думаешь, да окей, будет сейчас рэпчагу свою про Бога наваливать. Тот же Канье только в церкви. А там... Яркий пример того, что и без огромного количества спецэффектов можно целиком и полностью завладеть вниманием слушателя. Раз уж мы заговорили о рэперах, способных превратить свое хип-хоп выступление в нечто большее, то как можно обойти стороной Ивана Алексеева? Хотя попытку загнать его в рамки одного какого-то жанра, смело приравнивайте к музыкальному невежеству последней степени. Иван самый что ни на есть настоящий музыкант с большой буквы. Он с детства играет на гитаре, еще в школе побеждал на областных конкурсах и вообще мечтал стать рокером. Однако, будучи меломаном, Нойза задолбали вечные бессмысленные споры вокруг на тему рока и рэпа. После чего он и стал удачно комбинировать разные стили. Его творчество, как и его личность заслуживают отдельного внимания. И оно было. 19 апреля этого года на официальном канале исполнителя появилась полная запись концерта с... Вы и без меня в курсе, какими красивыми могут быть песни в подобной аранжировке. Но меня покорило другое. Сложно, и все же попробую объяснить. Вот знаете, бывает смотришь на сцену и думаешь, вау, все действуют как одно целое, единый организм. Так вот, когда смотришь этот концерт, ты понимаешь, что Нойза МС все равно умудряется своей харизмой перетащить на себя все одеяло. И дело не только в том, что он певец. Он как бы и вместе с ними, и сам по себе. Не скажу, что наличие бэк-вокалистов и в меру каких-нибудь подложек это что-то плохое. Но обратите внимание, как он тащит весь концерт самостоятельно. Вспомнить хотя бы его противостояние с группой Ленинград. Когда кто-то самбо трачил, а кто-то целый табор выставил. В общем, предлагаю заменить высказывание «Рыба в воде» на «Нось на сцене». И само собой, все остальные также на уровне. Включая публику, звукорежиссуру, съемку и монтаж. Что с оркестром классно, что юбилейное шоу, сплошное эстетическое удовольствие. Смонтировано на высочайшем уровне. Оба концерта обязательны к просмотру. ПИНКФЛОЙД 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 В принципе, описание на это можно было бы и закончить. Пульс, 1994 год. На ютюбе есть полное видео в хорошем качестве. Если вы смотрели обзор под названием «Живые легенды», наверное, вы хорошо помните неоднократное подчеркивание их маниакальной одержимости своим делом. Я вас уверяю, если вы посмотрите их запись, ощущения посещения концерта, театра и кино вам обеспечены, даже не выходя из дома, даже не вставая с дивана. Субтитры создавал DimaTorzok и глубокий смысл там, где его нет, взглянув на те или иные вещи под другим углом, нежели относиться к труду людей, которые действительно прорабатывают концепции, на отвали. Это просто некрасиво и неблагодарно. Потреблятство, да и только. Во-вторых, в данном случае вариантов особо немного. Pink Floyd есть Pink Floyd. Запись начинается со звуковой игры со стерео. Под каждую песню подобран свет, прожекторы, соответствующий видеоряд на экране между композициями, пиротехника, колокола, ну и, конечно же, высококлассная музыка. Музыка Pink Floyd и без любых дополнений способна кого хочешь в космос отправить. Изначально нам казалось, что на столь хорошо отрепетированный материал придумать что-то стоящее не составит особого труда. А в итоге мы потратили несколько месяцев только на то, чтобы все перенести из головы на бумагу. В какой-то момент я успел пожалеть об идее, но... Мне всегда хотелось запечатлеть живое выступление с Dark Side of the Moon для себя и потомков. Судя по первым местам практически во всех чартах мира, им удалось. Да, это 95-й год. Что-то уже смотрится не так эффектно. Но даже сейчас не все так заморачиваются. Пожалуй, самый эмоционально цепляющий концерт из сегодняшнего выпуска. 1970-й. Выступление легендарного блюзмена Биби Кинга в тюрьме округа Кук. Приглашение поступило лично от начальника тюрьмы. В зале было около 2000 человек. Чтобы дополнительно обеспечить безопасность мероприятия, позвали всех местных бывших боксеров. Я чувствовал, что мы сделали что-то хорошее. В начале нулевых концерт был включен в зал славы блюза. Выступление особенно тем, что постоянно швыряет тебя из стороны в сторону. Это ведь заключенные, вряд ли они оказались там просто так. Но разве они перестали быть людьми? Хорошо сказал сам артист. Я не думаю, что парень, сделавший что-то не так, не должен быть наказан. Он обязан заплатить. Но обязан ли он платить за то, чтобы быть человеком? Отмечу, что благотворительность Кинга не закончилась на одном выступлении. Но на сегодня всё. Я говорю об этом достаточно редко, но если есть желание и возможность, можете вступать в паблик. Потому что я впервые столкнулся с тем, что моё видео было просто удалено из поиска. Я тоже сначала пытался списать всё на паранойю, но забавно, что это случилось именно тогда, когда обзор вышел на Крида. Случайно или нет, не знаю, но в последнее время это не редкость. Чувак, который вот делал расследование и говорил, как так получается, что видос растёт и пропадает? Я такой, ну, да***к какой-то. А теперь получается, да***к-то это я. Стоило мне задеть тусовку Амирана Сардарова? Хуйнаны, блядь. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку и пока-пока. Нам, дворцов, заманчивые своды не заменят никогда свободы.